привет дорогие мои почему люди уехали из черногории продолжение 1 1 самых просматриваемых видео у меня на канале почему люди уехали из черногории вас почему-то это очень заинтересовало наверное прежде чем ехать черногорию нужно понять почему люди оттуда уезжают и понять для себя не будешь ли ты одним из них поэтому наверное это видео пользуется такой популярностью для этого не так давно для того чтобы получить материал для для данного видео привет марина шемякина я провел фейсбуке в группе черногория просто на тему почему люди уезжают из черногории и вот результаты я на самом деле предложил какие-то темы сам какие-то люди дополнили уже после поэтому будут достаточно странные и веселые темы 61 человек проголосовал рано или поздно понимаешь что нужно завязывать прокрастинировать и двигаться дальше развиваться с одной стороны я согласен с этими людьми с другой стороны нет и да и нет все зависит от конкретного человека личности его вида работы то есть на моем опыте я знаю очень много фрилансеров которые росли живя в черногории в профессиональном плане то есть у них росли зарплаты они становились круче они обучались новым там языкам программирования новым фишкам но живя в черногории продолжали расти в своем бизнесе я думаю что это касается всех людей которые могут работать на удаленке ну опять же ты как лица сов как там self-made man то есть если ты умеешь сам себя взять в руки и прокачивать себя живя такой расслабленной стране как черногория который как говорил один наш подписчик маньяна да то есть как с утра и маньяна да то есть все расслабленные на жопе сидят чего не надо никуда этот не замерзнешь дождь идет лежишь ничего не делаешь вот и вообще все лень и так далее на самом деле все зависит от человека если ты красавчик если ты хочешь работать зарабатывать есть допустим у меня подруга которая занималась копирайтингом сейчас с этим все плохо очень большая конкуренция платят мало я начал заниматься графическим дизайном и у нее все получилось она пашет она работает у нее идут заявки все нормально ребят все зависит только от вас можно зарабатывать деньги и сидя в черногории можно делать какие-то крутые ренты можно делать какие-то искусство какой-нибудь как делает допустим марат гельман или быть крутым юристом или сделать сайт который рентакар а потом он растянется по нескольким странам мира может быть вообще когда-нибудь на весь мир то есть не обязательно если ты сидишь живешь черногории географически не обязательно нужно быть как танго прокрастинировать вот в общем и да и нет все зависит от человека да действительно так же как и с алкоголизмом черногория очень хорошо дает почву для этого дела если ты любитель выпить то вот здесь прям круто алкоголь качественный дешевый недорогой можно ездить тебя там если по району никто там менты не поймают и так далее и очень многие наши соотечественники приезжать ночной бухать потому что начал блин на расслабоне вот тем более все бухают соседи все там этот наливают и так далее поэтому все зависит только от вас не виновата черногория виноваты вы то есть все зависит от вас идем далее 47 человек проголосовала за пункт сократился или совсем пропал источник дохода с родины а что-либо делать начинать черногории человек не хочет или не умеет вот это наверное все таки вот прям знаменитая история да то есть очень очень много людей было у кого сдача квартир в киеве в москве в питере в крупных городах потому что все таки на аренду маленьких городах сложно прожить но по факту все зависит от конкретной площади да если у вас большая квартира в удачном районе то даже сейчас такие люди есть они продолжают жить от аренды или какие-нибудь там проценты в банках или там еще с каких-то вкладов и таких людей действительно очень много и чаще всего эти люди приезжают изначально и в голове у них заложено что они не будут пытаться здесь работать потому что им капает денежка они не учат язык они не пытаются войти в социум они не включают мозг или вообще у них нет мозга например ну смысле у них нету бизнес жилки да вот эти люди действительно когда все денежки все меньше 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 стручка капает 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 все кончается и что делать на последние деньги покупать билеты уезжают назад на родину так что вот этот пункт наверное он такой более-менее прям конкретный обратно в цивилизацию ух вот это наверное все таки ближе к делу и прям тоже да наверное 26 человек проголосовала действительно черногория не знаю когда она прям станет вот такой прям прям центр 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 но подгорится еще более-менее да так-то ну деревня у нас село до строит торговые центры да какие-то новые развлечения и так далее но маленькая страна маленькое количество людей 600 тысяч всего населения страны страна не не дает какое-то количество они боятся за свою самоопределенность за свой язык за все наследие и поэтому они дают огромному количеству приезжать сюда иммигрантов да то есть это все вы сами знаете достаточно непросто да то есть нужно прожить 10 лет соблюсти все законы сдать язык и тогда отказаться от гражданства вот и поэтому по такому пути приток новых людей очень большой вот на принципе черногория по статистике хорошо с рождаемостью у них и со смертность ну то есть смертность у них не очень большая рождаемость хорошая более-менее вот поэтому естественный прирост конечно население есть но это понятное дело не как в этих странах индустриальных и так далее поэтому до цивилизация но все равно слушать и постоянно с тем как я приехал в черногорию что было в 2006 году и то что сейчас 2019 это две как говорят две больших разницы вот поэтому все равно потихонечку маленький маленькими шагу с шажочками черногория идет цивилизацию дал нас там появляются тесла у нас теперь есть можно взять скачать приложение нажать и за тобой приедет тесла 1 евро стоит старт и там 1 и 2 евро километр поездки на тесле вот на такой элитной тачке но к сожалению по моему это работа только на территории общины тила то есть я установил приложение она определила мою геолокацию в герцг-нове я нажал пригнать мне теслу не не извини братан ты типа слишком далеко от нас в общем теслы дорогу магистрально строят реально будет автобан с сербии будем быстро ездить туда строить много 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 всего сейчас турки начали много строить так далее поэтому маленькими шажочками мы стремимся в цивилизацию но понятное дело если вы привыкли к постоянным тусовкам каким-то концертам постоянно каким-то фестивалем событиям то вам придется оторвать немножечко жопу то есть в самой черногории это только обычно летом в каком-то смысле еще там зимой всякие фестивали но действительно такой цивилизации нету хотя я хочу сказать что допустим кинотеатрах на мстителях 44 было примерных показа и все битком даже черногорцы хоть обычно приходишь кино вот сидишь один два человека в зале а сейчас полные залы были ну потому что реально фанаты ждали этого всего поэтому постепенно постепенно цивилизация доползает до нашего села идем дальше двенадцатый двенадцать человек проголосовала это мой любимый нет стабильности в законодательстве черногории обещали одно сейчас совсем все по-другому это те люди которые попали на так сказать на расчетчик бесконечности на 2015 год когда коренным образом меняли законодательство когда на несколько месяцев просто перестали выдавать боровки продления и вот те люди которые попали в эту историю они потеряли свои там 45 лет и так далее сейчас сейчас современной истории 19 года все за так и законодательство более-менее нормально уже прописано и если тебе указано соблюдай сроки 51 процент подавайся вовремя и так далее не нарушай закон ты получишь свои пять лет подальше ты на пмж и получишь ты пмж поэтому стабильность это ну вот ворс-мажор ну бывает такое вот в тот момент вот так попала вот реально я знаю людей которые в одно время со мной приехали и жили точно также как я платили те же самые налоги имели такие же фирмы и они не получили личной карты почему ну наверное потому что что-то пошло не так наверное они где-то там не досмотрели я знаю несколько таких семей которые просто ничего не получили и могу лили и так далее хотя сроки у них были те же самые что у меня но ответил я как-то смог они не смогли поэтому может быть тут все таки не в стабильности законодательства дело а может быть удача может быть в умении и так далее так что насчет стабильности законодательства более-менее все стабильно идем далее для директоров то есть такие с работниками там можно не можно скорее всего не можно там по недвижимости по недвижимости все таки я думаю если есть этот пункт законе значит буду давать да вы мне говорите еще никто не получил ну потому что закон прошлого года я не знаю будут ли они зачитывать тем кто до этого подавался по недвижимости еще нет у нас таких прецедентов но Может быть, они засчитают тем, у кого было до этого 2-3 года, или там сколько, ну, может быть, меньше, да, год или два, и они засчитают эти сроки тоже. Может быть, я этого не знаю, как только узнаю, я вам расскажу. Но те люди, хейтеры, которые пишут в комментариях и говорят, что не верьте, это все обман, в Черногории невозможно получить ПМЖ. Я показывал, вот могу достать вам опять из кошелька свою карточку ПМЖ, приходить на стрим там, я могу показать свою, могу отца, матери, друзей. Куча у меня этих карточек ПМЖ, их дают, то есть люди их получили. Поэтому есть стабильность, есть все возможно, но, понятное дело, это вам не вот так, и не Америка, и не Германия, где там все буква-буква. Тут нужно постараться, ну, и, наверное, все-таки удача какая-то должна быть. Далее, 12 человек. В Черногории нет высшей ступени образования для детей. Не соглашусь, есть, как вы много раз слышали на моем канале, несколько учебных заведений, в том числе в Подгорице, в Герцегнове, в Баре, в Будве, в Которе, есть. Может быть, уровень образования не такой крутой, как, не знаю, где-нибудь там, не знаю, в Берлине или в Лондоне или там в Америке, вот. Но образование есть, то есть высшая ступень есть образование. Может быть, они достаточно крутые для вашего ребенка или для вас, поскольку вы такой фешенебельный, что прям не рентабельно. И для вас Черногория там вообще не уровень. Ну, тогда окей, тогда что, ну, вот дальше об этом расскажет одна из участниц форума группы Черногории в Фейсбуке. Вот, вообще образование есть, но, может быть, оно недостаточно крутое для вас. Тоже отличный вариант. Для меня, как фаната Макдональдса, нет Макдональдса. То есть 11 человек уехало из Черногории, потому что в ней нет Макдональдса. Ближайший Макдональдс от на сколько? 250-300 километров. Прямо. Моста. 115 от Требени и до Требени 50, ну, 160 километров. Короче, 200 километров до ближайшего Макдональдса. Вообще. Что, можно иногда съездить за Макдатчиком-то, а? Далее. Ну, кстати, может быть, когда-нибудь он здесь и будет. Особенно 100% он будет, когда Черногория зайдет в Евросоюз. Тут же все это КФС, Макдональдсы все откроется сразу, потому что у них там сети, сети, сети приходят. Ну, ждем. Там нам в подарок к Европаспорту еще будет Макдональдс с КФС. Дальше. 10 человек. Меньше стало тех, кто приехал тратить деньги с продажи квартиры. Вот тут я не совсем понял, но это, наверное, люди, которые продали деньги, продали квартиру там, приехали с деньгами и просто тупо их тратят здесь. Ну, вот, ну да, наверное. Ну, или мозги включили и так далее. 8 человек ответило по дурости. Уехали из Черногории. Вот, то есть по дурости. 6 человек не срослось. 6 человек медицина. Мы уже говорили с вами на раз про медицину. Да, медицина здесь уровня не такого крутого, как в каких-то больших городах, в каких-то крутых государствах. Это не Израиль, не Германия, не Россия, даже не Украина. Здесь действительно уровень хуже, потому что, ну, уровень ниже, потому что, ну, нету таких там институтов крутых, где там много крутых врачей и так далее. Но, опять же, имея хорошую коммерческую страховку здесь, той же Уники взять, там, от всех, от всего застраховаться, там, на 500 евро в год. И спокойно вы сможете летать по всей Европе, по любым частным клиникам. У вас там будет покрытие миллион евро. Ради бога, лечитесь, или там, в Подгорице, в лучшей клинике Черногорской будете лечиться, или в Белграде. Все это покрывает страховка коммерческая. Идем далее. Не всоролось. Ну, тут вот, что скажешь. Ну, не всоролось, все, уехал человек. Три человека было. Медицина шесть человек. Третье. Нет спроса на бестовачей. Тоже хороший вариант. То есть, ты приехал, если ты бестовач, то здесь нет спроса на них, поэтому уехал. Далее. Два человека. Просто мимо крокодил. Отличный вариант. И один человек прогорел в заведомо провальном бизнесе. Вот, на самом деле, по поводу прогорел в заведомо провальном бизнесе, это, видите, это самокритика. То есть, человек должен признать это, да, и вот выбрать такой ответ. Наверное, я его не предлагал, это человек сам его написал. Вот. Ну, может, это знакомо того человека. Я на своем опыте видел много людей, которые приезжали, и, ну, вот человек, я говорю, ну, не попрет это. Ну, не попрет. Вот, вот, когда, вот, знаменитый тот мой друг, который купил корабль 17-метровый, переделал его в ресторан, просадил все деньги, потом этот корабль затонул. Я ему изначально говорю, да не будет спроса у тебя на эту услугу, вот, это очень дорого, конкуренция большая и так далее. Вот, ну, человек хотел. Я ему говорю, давай сделаем на берегу ресторан, давай сделаем нормальный ресторан, и все будет хорошо. Нет, он взял и сделал на корабле. Были еще такие истории, много-много всяких историй, ну, то есть, надо думать, понимаете, ребят, когда вы едете, надо думать, что открывать. Вот, потому что действительно есть какие-то вещи, когда люди открываются, думаешь, ну, блин, ну, а что я сделаю? Я реально, вы знаете же, на своем канале, я все время вам говорю, 10 раз подумайте, прежде чем ехать. Это очень сложно. Иммиграция в другую страну, ну, это очень сложно. Открыть бизнес с нуля в другой стране, это очень сложно. И помните, я могу вам только рассказать основы какие-то, могу сказать направление, да, куда вам двигаться. Но бизнес этот вам придется развивать самому. Вот, а это очень сложно. И это практически, блин, ну, очень сложно. Не могу сказать, что практически невозможно. Нет, это очень сложно. Вот, поэтому вы должны 10 раз подумать, прежде чем ехать в Черногорию. А теперь пройдемся немножко по комментариям, самым интересным, по моему мнению. Значит, из комментариев можно выделить еще три основных направления. Первое. Родители недовольны уровнем образования и увозят детей в те страны, где их по мнению уровень выше. Я об этом уже говорил, это было. И тут конкретные комментарии. Оксана Френкин пишет. Есть еще причина. Дети подросли учиться, уехали в Европу, Россию, другие страны. Родители уехали с детьми. Логично, если, допустим, бывает такой, допустим, вид образования, вернее, или профессия, да, которая, допустим, в Черногории невозможна, или очень плохой уровень. И тогда ребенка отправляют в какую-то, ну, специальную, так, школу, да, специальный институт, где-то за границей, да. Вот, я знаю, у Оксаны дочь уехала в Австрию, по-моему. Вот, идем далее. Ирина Куценко говорит. Знакомые уехали из-за того, что пришло время идти детям в школу. Наверное, в их планы не входило Черногория навсегда. Ну, да, я часто встречаю таких людей, которые говорят, вот, ну, пока ребенок маленький, тут тепло, безопасно, хорошо, поживем, а потом в школу поедем в Россию. Вот, или в Украину, например, или в Европу, куда-нибудь. То есть, такие истории тоже есть. Далее, интересный вариант. Я про него рассказывал в прошлый раз. Девушки приезжали с целью найти мужа, не нашли или что-то пошло не так. Так, на что пишет Макс. А еще девушки, не найдя принца в этой Европе, через год-два назад Москву сваливают. Да, есть такие девушки, которые приезжают, думают, ну, охмурит какого-нибудь богатого, красивого иностранца, или черногорца, или серба, я не знаю. Приезжает, глазками хлоп-хоп, пару лет, деньги кончились, что делать, принца не нашла, собирается, уезжает. Далее. Валентина Малаева. Знаю две семьи. Одна девушка развилась с черногорцем, вернулась в РФ. Двое детей, вторая дама не смогла здесь привыкнуть, тоже с двумя детьми, вернулась в Москву. Муж черногорец, то есть здесь, то там. Знаю я такие семьи. Да, ну, не всегда, знаете, люди расходятся, сходятся, разводятся тут. Вот, приехали, не понравилось, ну, развелись, уехали, или вот мне развелись, и черногорец катается туда-сюда. Варианты всякие бывают. Отсутствие центрального отопления и холод дома зимой. Я, кстати, не знаю, почему у меня его нету. Ладно. Ну, в общем, вариант про охлаждение. Анна Гана говорит, погода зимой и отсутствие центрального отопления, проявленные дожди и сырость плесень никого не смущает. Я вот не могу решиться на переезд из-за этого. Слушайте, ну, смотрите, что такое переезд? Если вы переезжаете основательно, то вы можете построить или купить, или доделать, приделать уже к какой-то недвижимости отопления. То есть можно развести трубы, сделать теплые полы, развесить батареи и поставить котел. Будет у вас тепло, будет у вас тепло, как будто у вас центральное отопление. Как мы уже тысячу раз обсуждали, и вот в прошлом стриме Олег приходил, обсуждали про котел на пилетах с разводкой, с теплыми полами по дом трехэтажный, трехквартирный на три семьи. У них выходило, не помнишь, сколько было, 200, я боюсь соврать, 400 евро на всю зиму. Я у них ночую, когда вышли там мои друзья, я приезжаю, останавливаюсь у них, у них тепло, у них жарко. Вот, то есть всего 400 евро за всю зиму на три семьи. Просто потому что хороший дом, хорошее отопление, хорошая изоляция. Поэтому это недостижимая вещь в Черногории, отопление, это возможно. Просто здесь нету культуры этой, да, потому что, ну, блин, если вы на севере живете, и у вас большую часть года холодно, то логично, что строят уже сразу тепло и с теплыми, с отоплением, с правильным. А в Черногории тепло, и поэтому у них нету этой культуры. Поэтому вы просто делайте, приезжайте, специалисты уже есть. Вон, можем у Олега спросить, посоветовать, какой котел купить, какую модель и так далее, поставить, и будет вам тепло. Вот, у меня, кстати, дома есть котел, ну, правда, он дровяной, но мне топить некому, вот. Поэтому я греюсь кондиционером. Ну, и у нас изоляция так себе, поэтому. Поэтому, далее, Дуся Смирнова. Зимой тут как раз замечательная погода, идеальная плотность населения, а вот летом хочется бежать, но работа держит. Ну, видно, Дуся работает в сфере обслуживания, где-нибудь в центре города, скорее всего, и поэтому ее это напрягает. Меня, например, уже, мне единственное, что напрягает, меня напрягает народу много на дорогах, ну, в пробках стоять. А получается, я там особо по шеттельству не хожу, на работу съездил, домой вернулся, в магазин съездил большой, который нет туристических, который там в пригороде. И все, меня эти туристы особо и не напрягают. Вот, ну, это я такой, да. А если ты работаешь и постоянно в городе, то, да, тебя туристы напрягают. А зимой проливные дожди, вот, кстати, я эту зиму вообще что-то не заметил. У нас, наверное, зима сухая была, да, чуть не было вот этого депрессии, что прям дожди, 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 дожди. Постоянно что-то солнце, 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 солнце. Ну, да, прохладно было. Далее. Стас Михеев. В жилом, проветриваемом и отапливаемом помещении плесень и редкость, а дожди хоть бывают и проливные, но не тропические же, а природе тоже надо умываться и попить. Какой вы у нас интересный человек, так, завернули. Вот, да, нужно. Дожди должны когда-то выпадать же, иначе сухость будет, иначе у нас Кипр будет. Валентина не любила. Не, ребята, зимой только с центральным отоплением. Лично я замерзаю тут и улетаю. Валентина, сделайте ремонт, поставьте котел, топите пилетами и будет у вас все отлично. Но Валентина у нас по другой причине уезжает, поэтому продолжим. Георгий Лазучек, согласен, не любит черногорские зимы из-за отсутствия отопления. Кондиционер и грелка не заменят этого никогда. Не знаю, есть ли правильная изоляция, тепло, все можно сделать, чтобы было хорошо. Далее, еще немного интересных мыслей от участников группы Черногория. О малых заработках. Микки Фокси. В основном причина в том, что Черногория дорогая в сравнении с родинами. Да, это Европа. Здесь дороже. Сегодня мне в комментариях к моему прошлому ролику женщина написала, ой, а счета-то больше у вас в Черногории. Ну да, потому что маленькая страна находится в Европе, у нее нет своих газа, своей нефти. И понятное дело, что электричество будет здесь стоить дороже. Потому что энергоносители дороже, и бензин стоит дороже. Почему? Потому что его не добывают в Черногории. Поэтому логично, что электричество стоит дороже, отопление стоит дороже, бензин стоит дороже, уголь стоит дороже, лес стоит дороже, пилеты стоят дороже. Все стоит дороже, потому что маленькая страна, и у нее чаще всего этого производства просто нет. И этих ресурсов нет. Идем далее. Анна Удивова. Мне кажется, что все-таки важно совпасть с местом жительства, а там уже все нипочем. Большинство моих знакомых уехало, потому что тут заработать как на родине им не удалось. Чистая правда, если ты не знаешь язык, если твоя специальность не подходит для местного региона, то, конечно же, там, не знаю, вот буквально на днях обсуждали, что рекламщикам здесь делать нечего, да, потому что черногорцы за фирменный стиль не платят. Они не понимают, фирменный стиль что? Баннер зафигачьми. Вот сички мне большие на баннере. Цетсу зафигачьми. Да-да круто. А чего фирменный стиль, цвет, шрифт. Тема Лебедев же здесь студию не открывает филиал, потому что нету заказчиков. Нету, потому что черногорцы. Сделай мне большой красивый щит. Все, это вот щит. Самое главное слово здесь. Поэтому нету, нету, нету. Вот как пример. Идем далее. О тупости. Валентина не любала. Надо жить в Черногории по минимуму, чтобы не приедалась. Вот мы тут месяц посидели и отупели. Пора и честь знать. Знаю, что Валентина прекрасная женщина и все нормально у нее, поэтому не буду ее критиковать. Расскажу свое мнение. Вот я вообще не чувствую никакой тупости. Наверное, потому что я большую часть своего дня провожу в интернете. Я постоянно смотрю все возможные шоу, сериалы, фильмы. Много документальных фильмов смотрю. Много блогеров смотрю и так далее. У меня информация просто поступает вообще какими-то мегатонными, просто гигабайтами в мой мозг. И поэтому я вообще не тупею. Потому что мы живем в 21 веке. Сейчас можно где угодно черпать информацию. Просто интернет. Тем более вот сегодня. Сегодня уже сейчас в большинстве городов Черногории можно подключить 200 мегабит интернет. Это просто 4К видео. Круглые сутки смотришь все, что хочешь. Сериалы, фильмы и так далее. Не надо тупеть. Общайся с людьми через интернет. Можешь позвонить кому угодно в любой конец света. Поэтому это вот внутри. Это мы возвращаемся к первому пункту, что все дело в вас. Если вы действительно хотите жить нормально, если вы хотите общаться и не тупеть, вы будете общаться и не тупеть. И пофигу где вы живете. Потому что мы живем, слава богу, в 21 веке. И маленький телефончик, на который я сейчас снимаю, Samsung, может заснять такое видео, которое я смогу выложить в интернет. И его посмотрят тысячи и тысячи людей. Вот. Поэтому о чем вы говорите? Никакой тупости не может быть речи. Эвальд Козловский, тоже достаточно такой активный мужчина. Часто ругает в Черногорию, переезжает за природной тупостью, тупеет и уезжает. Но если тупые в дерево, то остаются. Даже не знаю, что вам сказать. Тупеют и остаются. Да не знаю. Нормальные люди есть, которые совершенно не тупеют. Которые активно себя ведут. И так далее. Далее. О дне сурка. Игорь Ткачков. Как муха в киселе. День сурка. Только погода меняется с плохой на очень плохую. Да. Если вы не поднимаете жопу с дивана. Вот я реально, было время какое-то. Это может быть был 2008 год. Зима 2008 года. Когда не было вот этих всех технологий крутых, которыми можно было себя занять. И я помню, что я сидел. Я ходил каждый день на работу. Постоянно лил дождь. Это была очень-очень мокрая зима была. Людей не было вообще. Я тупо ходил на работу и ничего не делал. Вот. Потому что тогда не было у меня YouTube канала. Тогда не было Facebook, в котором можно просто сутками сидеть и переписываться и читать. На самом деле, это не просто там люди говорят, вот, соцсети, ты тупеешь. Да нет, нет. Там люди постоянно выкладывают какую-то информацию. Какую-то интересную информацию. Это все можно читать и поглощать. Можно учиться работать. Можно работать. Можно что угодно делать. Просто не привязывайтесь к географии. Вам тут главное, что здесь вам дали интернет. Вам дали технологии. Все. Больше. Дальше просто погружайтесь туда. Какая-то. Главное, не холодно, понимаете. И безопасно. То есть, пока ты сидишь там в своем интернетике, никто не придет, тебе там дверь не выломает, по шее не нам дает. Мне, допустим, сегодня сон снился. Вот буквально перед тем, как прийти на запись, мне снилось, что я где-то там в России убегают каких-то целых банды преступников. Они меня ловили, и я от них убегал. Вот, вот, кстати, я живу 13 лет в Черногории, и мне такие сны снятся. Вот. О чем речь? То есть, реально, ты здесь спокойно живешь, и за тобой не бегают банды гопников, и это тебя спасает от всего. Потому что вот эти страхи, вот это все неприятно, когда это напрягает так жить. Вот. От этого мы уехали. Вон, папа улыбается за кадром, он тоже самое от этого уехал. Он жил в бандитском Владивостоке, его задолбали, что постоянно приходили, кто-то пытался взять у него денег, или там пистолетом ему угрожали. Вот он уехал, и все, и вопрос закрыт. Слава богу, это не Таиланд. Вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите, чтобы я записал ролик. А почему Черногория лучше, чем Таиланд? Вот. У нас на эту тему прям дискуссия. Подожди, подожди, подожди. Я еще не такой человек. Он тянется, выключает. Вот. Идем дальше. Отдельное мнение от Ирины Рассказывая. Это риелтор, одна из самых, наверное, успешных и знаменитых риелторов в Черногории. Я очень уважаю Ирину и ее мнение. Из моего опыта. Люди, которые хотят здесь работать, очень быстро очерногориваются. Не считают нужным напрягаться. Учить язык нормально. Им все должны. Зарплата не устраивает. Еда дорогая. Все не так. Вторая категория тех, кто часто встречала. Ленивые свиноматки. Или болезненные нервички. Без семьи, детей и прочих забот. Прекрасное мнение. Продали или сдают на родине и здесь курят бамбук. При этом жалуются на все. Все тупые, все плохо. Плакали, блин. Ну, жрали кактус. Ну, сука, сидят здесь. Воняют, насидят. Отличное мнение. Вот. Про начало. По поводу очерногориваться. Действительно, еще раз говорю, я в этом сегодня говорю, я опять повторяюсь. Тут атмосфера, она расслабляет. И поэтому вот надо стержень внутри иметь, чтобы не расслабляться. Реально, вот иногда я сегодня прям такой с работы устал. Мне нужно идти писаться видосы. Я такой, блин, как тяжело. Я взял себя за яйца, вытащил себя из дома и пришел записывать для вас новый ролик. Идем далее. Ну, а по поводу нервичек и свиноматок, это, конечно, прикольно. Я не буду комментарии писать. Знаете, я же добрый Герман. Я такие вещи не говорю. Третье всем известное. Те, у кого жирная база. Вот это жирная база. Даже писать не буду. Она, кстати, распадается на две группы. Те, кто там образуется. Со временем любовницы, брошенные жены, на содержание и так далее. А, ну я так понимаю, что сюда в смысле жирная база. Это, наверное, такой человек, да, жирная база. Который сюда отправляет там жен, любовницы и так далее. И они здесь на содержании живут. Вот такая вот история. Жирная база. Есть и другие категории, но, думаю, все знают свое окружение где-то хорошо, где-то грустно и смешно. Дай бог, чтобы к нам ехали хорошие люди. И абсолютно прекрасная мысль под завершение данного видео. Вот теперь подождите, сейчас я начинаю прощаться. Ребята, я очень надеюсь, что это видео наберет больше лайков, больше комментариев, чем прошлое. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо огромным участникам группы Черногория. Действительно, вы мне помогли с материалом для этого ролика. Поэтому пишите, пожалуйста, ваше мнение, что вы хотите еще услышать. Хотите ли вы, чтобы я записал третью часть этого видео? Как-то надо будет придумывать какие-то очередной опросы сделать или друзей, знакомых поспрашивать. Ну, в принципе, наверное, мы более-менее все уже рассказали. Поэтому лайки, подписки, репосты. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.